Всем привет! Продолжаю рассказ о том, как я делал ремонт на кухне своими руками. В прошлой части я отбил старый фартук от стены и перенес розетки в более удобные места. Ссылка на этот ролик будет в описании. А сегодня я буду клеить керамогранит. Сразу оговорюсь, что это мой первый опыт в подобном деле. Так что без косяков не обошлось, но о них я расскажу, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Итак, начнем. Для нашего будущего фартука мы выбрали крупноформатный керамогранит. И просто так к стене он не приклеится. Под собственным весом он просто сползет со стены. Поэтому для его фиксации в заданном положении я креплю металлический профиль. Для этой же цели можно использовать и деревянный брус, главное чтобы он был ровный. Следующий этап – разметка отверстий под розетки на самом керамограните. И тут главное не ошибиться. Я делал так. С помощью лазерного уровня отбил центры розеток и отметил лучи за пределами фартука. После я приложил плиту на ее будущее место, совместил лучи лазерного уровня с метками на стене и таким образом перенес центр на керамогранит. Предварительно наклеенная малярная лента очень облегчает нанесение размерки. А еще она не дает сверлу скользить по поверхности плиты в самом начале сверления. В керамограните сверлить отверстие под розетки нужно с помощью специальных алмазных коронок. В качестве инструмента лучше выбрать шуруповерт, так как у него не такая высокая скорость, как у электрической дрели. Соответственно и нагрев в зоне сверления будет меньше. Если же керамогранит перегреть, то он может треснуть. Поэтому даже при сверлении с помощью шуруповерта я периодически остужал коронку в воде. Продолжение следует... Вообще сверлиться керамогранит довольно легко. Главное в этом деле не спешить. И помните, что керамогранит все-таки достаточно хрупкий материал. Вот здесь при замене аккумулятора в шуруповерте у меня случайно выпала коронка из патрона и попала прямо на плиту. Вроде и удар был не сильный, но керамогранит раскололся. Придется ехать в магазин за новой плитой. Хорошо, что их можно купить от одной штуки. Клеить керамогранит я буду наклеить литокол К77. Он предназначен для укладки крупноформатных плит. По инструкции его нужно замешивать два раза с интервалом 10 минут. Пока клей настаивается, я подготовлю профиль, который будет закрывать торец плиты. С ним вид будет немного эстетичнее. Ну и пришла пора приклеивать первую плиту. Еще раз напоминаю, что я делаю это первый раз и поначалу даже не знал, с какого бока поступиться керамограниту. У меня были только общие представления об этой работе и советы опытных плиточников. Вооружившись ими, я кое-как нанес клей на керамограниты на стену. Для выравния клея на плитке я использовал зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Итак, первая плита занимает свое место на стене. Помятуя о том, как совсем недавно раскололся керамогранит от несильного удара, я старался не особо усердствовать, когда пристукивал эту плиту. В конечном итоге получилось приклеить ее относительно ровно. Короче, с такими плитами все более-менее просто. Другое дело, те плиты, в которых необходимо делать отверстия под розетки. Выяснилось, что диаметр подрозетников больше диаметра коронки. А я покупал самую большую из тех, что были в магазине. Поэтому я решил установить подрозетники меньшего диаметра. Это тот случай, когда отсутствие опыта заставляет проделывать двойную работу. Конечно, можно было бы через интернет заказать коронку побольше. Но, во-первых, это долго, а во-вторых, дорого. Поэтому замена подрозетников – самый оптимальный вариант. Итак, второй дубль со сверлением керамогранита. На этот раз я не забывал подтягивать патрон. Продолжение следует... Отверстия просверлены, можно клеить. Кстати, напоминаю, что на стене гипсовой штукатурки. Сама по себе она слабовата для того, чтобы держать вес керамогранита. Но есть способ упрочнить ее. Для этого я использовал грунтовку глубокого проникновения. И на всякий случай я нанес ее на стену раз шесть, не меньше. Производитель грунтовки уверяет, что после ее применения на гипсовую штукатурку можно смело клеить крупноформатный керамогранит. Доверюсь словам производителя. Обратите внимание, я приклеиваю плиты без использования системы выравнивания. Мне предстояло приклеить всего шесть плит, поэтому я решил, что смогу и так их выровнять. Однако могу сказать, что идеально ровной поверхностью у меня не вышло. Все-таки СВП было бы не лишним. И еще, укладывая керамогранит, я понадеялся на то, что поддерживающий профиль прикручен к стене по уровню. И хоть на самом деле так и было, но под первой плитой стенки профиля прогнулись. И она немного завалилась на бок. Вторую и третью плиту я приклеивал, ориентируясь на толщину шва между плитами. И в итоге у меня фартук полез вверх. Этой ошибки можно было бы избежать, если бы я контролировал ровность укладки с помощью лазерного уровня. Да и исправить все это можно было бы, если бы укладка керамогранита осуществлялась за один заход, а не за три, как у меня. И это еще одна моя ошибка. Лучше все приклеить за один заход. Тогда какие-то огрехи можно будет исправить еще до высыхания клея. Кстати, при работе с клеем лучше использовать прорезиненные перчатки. Кроме песка и цемента, там намешано еще много всякой химии, и кожа на руках от нее сильно сохнет. Я средства защиты не использовал, отчего потом ощущал дискомфорт. Короче, берегите свои руки. Эти подрозетники я вставляю после приклеивания плитки, так как я ошибся при разметке отверстий. Как оказалось, при переносе центра отверстия со стены на плиту с помощью лазерного уровня, он должен стоять строго напротив центра отверстия. Дело в том, что керамогранит имеет толщину 1 см. И если луч лазера будет светить не под прямым углом, то на прислоненном к стене керамограниту он отобразится с отклонением от изначальной линии на стене. Плита в данном случае к источнику лазерного луча будет ближе, чем стена. И центр отверстия может сместиться вправо или влево. Так было и у меня. Не повторяйте мою ошибку. И так, клей высох, подрозетники держатся крепко, можно устанавливать розетки. Мы выбрали розетки LeGrant, достаточно известный бренд, который славится качеством своих изделий. Для разветвления проводов, идущих на заземление, я буду использовать клеммы ВАГА. По правилам, заземление должно быть подведено к каждой розетке отдельным ответвлением. Последовательное подключение к заземляющему проводу делать нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С монтажом этих розеток мне пришлось повозиться. Мало того, что провод ВВГ-3х2,5 достаточно жесткий, так еще и в маленьких подрозетниках все уместилось большим трудом. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как провода подключены, выставляю розетки по уровню и еще раз протягиваю соединение. Все, блок розеток готов. Можно пользоваться. Теперь у нас достаточное количество розеток и расположены они в удобных местах. С момента укладки фар только прошла неделя, клею уже набрал прочность. Можно откручивать профиль. Волнующий момент и... Все держится. Осталось затереть швы, чтобы фартук получил законченный вид. Но перед этим швы необходимо зачистить. Вообще для этого есть специальные инструменты, но я решил воспользоваться подручными средствами. На самом деле, застывший плиточный клей настолько твердый, что металлический шпакель, которым я зачищал швы, сточился буквально на глаза. Тем не менее, я зачистил все швы, хоть и потребовалось мне для этого немало времени и сил. Уверен, что еще не схватившийся клей был бы более податлив. Надо было зачищать швы сразу после укладки фартука. Затирку мы подбирали под цвет керамогранита. Эта затирка тоже от литокол, и хорошо, что у этого производителя широкая палитра цветов. Никаких колеров добавлять не пришлось. Затирать швы оказалось достаточно легко. С помощью резинового шпателя я просто вдавливал затирку в швы. Особых навыков в этом деле иметь не обязательно. Здесь важно лишь вовремя убрать излишки затирки шва из плитки. В итоге у меня получились вот такие швы. На этих кадрах затирка еще не высохла, и выглядит немного темнее керамогранита. Но после высыхания цвет затирки приблизился к цвету плитки. И швы уже не так бросаются в глаза. Далее будем собирать и устанавливать кухню. Ее мы тоже будем делать своими руками, и тоже в первый раз. Так что если вам интересно, что у нас в итоге получится, то подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Всем пока и успехов в творчестве! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...